Встреча с фейерверками Запуск фейерверков на Новый год – китайский обычай. В момент наступления Нового года по всей стране взрываются хлопушки. Красивые фейерверки являются символом Нового года. Однако за радостью скрывается множество опасностей. Каждый год на праздник весны постоянно происходят пожары и травмы из-за фейерверков. Это угрожает нашему имуществу и жизни. Как же случается такая опасность? Как нужно правильно пускать фейерверки, чтобы гарантировать безопасность? В сегодняшнем выпуске «Вот это да!» экспериментаторы Нин Юань и Ян Цзэ проведут эксперименты в отношении различных опасностей, связанных с фейерверками. При помощи специалистов они научатся различать поддельные фейерверки и найдут причину травм. Посредством опытов раскроют серьезные последствия ошибочного пуска фейерверков. Исследуют правильный способ пуска пиротехнических изделий. А что ты делаешь? Нет, я... Ты разбираешь фейерверк. Такой большой, а занимаешься такой ерундой. Каждый раз во время празднования Нового года случаются травмы из-за фейерверков. Поэтому я хочу посмотреть, что же такое в фейерверке приводит к этому. И заметил вот это. Если и разбирать, то нельзя это здесь делать. Это же опасно. Я приготовил пульверизатор, на столе полил водой, чтобы не электризовалось. Еще приготовил огнетушитель. Какие бы ты ни принял, миры все равно нельзя здесь разбирать. Давай я подберу специализированное место и пойдем изучим. Давай. Давай это уберем пока. Давай. Здесь слишком опасно. Чтобы проводить эксперименты в более безопасных условиях, экспериментаторы прибыли в корпорацию фейерверков Дуньсинь, города Люян. Рабочие сопроводили их в производственную зону закрытого доступа. В целях безопасности эти зоны обычно строят в горах, вдали от жилых районов. Процесс производства фейерверков – сложная и опасная работа. Она требует больших навыков и понимания безопасности производства. Самое опасное – производство внутреннего цилиндра фейерверка. Поэтому на этом этапе производство ведется в одиночку, в отдельном цехе. Экспериментаторы вынуждены наблюдать издалека. Это как раз тот цилиндр, в котором уже есть порох, который пускают в небо. Он дает очень хороший эффект. Эту штуку нельзя назвать фейерверком. Это один из видов фейерверка. У него есть внешний цилиндр, внизу порох, который отправляет его в небо. И получается фейерверк. Чтобы из фейерверка получился рисунок, нужно четыре этапа. Сначала сжигают фитиль внешнего цилиндра. Через несколько секунд за счет перехода к пороху в нижней части цилиндра образуется большая сила удара. И цилиндр отправляется в небо. В то же время зажигается фитиль внутреннего цилиндра. А когда он сгорает, загорается взрывчатка в цилиндре и шарики. И получается красивый рисунок. В итоге наносит травму он, да? Обычно наносит травму именно он. Порох внизу не имеет большой силы, взрывчатка наносит травму. Вот это маленькая трубка. Она такая маленькая. Разве она может иметь такую мощь? Нанести травму. Я считаю, что это уже не мало. Здесь нельзя экспериментировать. Нельзя экспериментировать. Пойдемте на улицу, найдем пустырь и пустим его. Понятно. Пойдемте вместо пуска, попробуем. Чтобы увидеть силу во время взрыва внутреннего цилиндра, экспериментаторы прибыли на пустую зону для пуска. Они собираются положить внутренний цилиндр в пластиковую бутылку и детонировать. Осторожно. Скорее беги! А-а-а! А-а-а! Ян-зе! Да! А ты говоришь, маленькая мощь. А где бутылка? Куда делась наша бутылка? Здесь, здесь. Нет. Это бутылка? Ты уверен? Это бутылка, которую мы только что взрывали? Если не она, то что же? Это и есть. От взрыва это все превратилось в мелкие кусочки. Вот это да! Мы видим, что в момент взрыва внутреннего цилиндра загоревшиеся шарики за счет огромного толчка разлетелись в разные стороны. Пластиковая бутылка взорвалась за одно мгновение. Хоть это лишь мгновение, загоревшиеся шарики успели нагреться до тысячи градусов. По обломкам мы видим, что бутылка горела. А это всего лишь мощь после взрыва внутреннего цилиндра. На рынке часто можно встретить составные фейерверки. Какая будет мощь, если их цилиндры взорвутся одновременно? Чтобы найти ответ, Нин Юань решил сделать из доски домик 80 на 80 сантиметров. Он специально скрепил соединение гвоздями, чтобы структура была крепкой. Затем он положил внутренний цилиндр внутрь, чтобы посмотреть мощь взрыва. Ян Де, в свою очередь, нашла более 10 цилиндров для опыта. Это очень похоже по количеству на обычные маленькие составные фейерверки. Чтобы детонировать эти цилиндры одновременно, Ян Де решила при помощи рабочих соединить все фитили и детонировать их электронным образом. Хорошо, и так приступаем. Хорошо. Три, два, один. Пуск! Ну что, нам можно подходить? Можно, можно, подходите. Осторожно, осторожно. Боже, как же так получилось! О, Господи! Текло, доска! А я ведь прибил очень крепко. Одни осколки. Эта треугольная структура должна быть очень крепкой, а получилось вот так. Да, да. Через повторный просмотр мы видим, что ударная волна взрыва разнесла стекло деревянного домика на кусочки. Доски по обе стороны тоже отлетели. Шарики в цилиндре загорелись и разлетелись в разные стороны. Огромная сила удара разрушила домик полностью. В момент взрыва внутренний цилиндр фейерверка несет огромную разрушительную силу. Вы только что сказали, что внутренний цилиндр улетает в небо, а в небе разрушительная сила не такая большая. Относительно говоря, в небе разрушительная сила меньше, но зажигать рядом с домами, зданиями нельзя, нужно подальше. Смотрите, во время праздника многие дети покупают это. Они не понимают, пускают прямо рядом с домом. Если недалеко от дома, он отскакивает в небо и пролетает очень близко от дома. Во время празднования Нового года мы часто видим, как многие жители пускают фейерверки прямо под домом. Так как во дворе расстояние между домами небольшое, после подъема цилиндра в воздух он может взорваться недалеко от окна. А это опасно. Вот это произошло во дворе в городе Чиджоу, провинции Аньхой. Так как внизу пускали фейерверки, загорелась квартира на 14 этаже. Прибыли пожарные и стали тушить огонь и эвакуировать жителей. Хотя огонь потушили очень быстро, мы видим, что дом стал непригоден для жизни. К счастью, в этом пожаре никто не пострадал. Подобные аварии постоянно случаются на Новый год. Это не только наносит урон нашему имуществу. В серьезных случаях это угрожает жизни человека. Поэтому рекомендуется пускать фейерверки на пустыре, вдали от жилых домов. Но из-за того, что в городах дома плотно расположены, такие места имеются только в пригороде. Многие ради удобства пускают фейерверки рядом с домом. В этот момент очень важно поддерживать расстояние от дома. Итак, насколько близкое расстояние несет опасность? Какое расстояние безопасно? Чтобы найти ответ, экспериментаторы решили взять опоры и сделать три окна. Они повесили шторы и расставили окна в соответствии с расстоянием 3 метра от точки взрыва. Такое расстояние часто можно видеть при пуске фейерверков. Вскоре они вот здесь зажгут внутренний цилиндр, чтобы смоделировать картину взрыва рядом с окном. Какие будут последствия, если при таком близком расстоянии загорится цилиндр? Скорей, уходим! Начали! Сюда, сюда! Огнетушитель, возьми огнетушитель! Возьми огнетушитель, надень перчатки и очки. Поехали, поехали! Смотри! Боже! Смотри, смотри! Пойдем сюда! Осталась линия, смотри сюда! Смотри, смотри сюда! Да, да, да! Смотри сюда! Вот здесь линия! Прогорела насквозь! Боже! Смотри, сзади, здесь, вот здесь большая! Смотри сюда! Такая большая дыра! Здесь, здесь, смотри, Янде, смотри! Дыра очень круглая получилась, да? Очень быстро тут прошло! Такое ощущение, что здесь пролетели те самые шарики! Да! Ну смотри, здесь, наверное, прошло, потом сгорело! Да, да, да! Если так, это, наверное, из-за горя не получилось, а не то, что прошло насквозь! Верно, верно! Боже, здесь есть один, два, три, а в этом месте четыре, пять! Пять! Потом шесть, семь! И здесь одна! Восемь, девять! Около десяти дырок! О, Господи! За счет скоростной съемки мы видим, что в момент взрыва цилиндра шарики разлетаются в разные стороны! Из-за близкого расстояния до окна, многие шарики прожгли окно и влетели внутрь! Вот подумай, если бы это было рядом с жилым домом, прожгло бы штору дома! Вот так! И, возможно, окажется в доме! Боже, три метра, это слишком опасно! Нин-Юань, давай так, давай отступим подальше, на шесть метров! Шесть метров, давай! Попробуем! Хорошо! Скоро наши герои поменяли новую шторку и увеличили расстояние до точки взрыва до шести метров! Какой же будет результат в этот раз? Здесь! Поджигаю! Поджигай! Оператор, вы тогда идите подальше! Уходим! Давайте встанем подальше, подальше! Подальше! Увеличив расстояние до шести метров, мы видим, что некоторые шарики прожгли штору. Но по сравнению с тремя метрами, дырок намного меньше. Ощущение раз и пролетело! Да, 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 да! К тому же летели красные, блестящие шарики! Верно, да! Потом маленькие, маленьких тут не стало. Смотри, тут есть одна. Одна, но смотри, видно, что дырка получилась с трудом, медленно проходила насквозь. Смотри, по сравнению с тремя метрами, вероятность отскока меньше. Но мощь не ослабла. Верно. Поэтому, если отодвинуть расстояние до десяти метров, надо посмотреть, будет вред или нет. По сравнению с предыдущими экспериментами, с увеличением расстояния между точкой взрыва и окном, вероятность прохода шариков через штору в дом уменьшается. Итак, если увеличить расстояние до десяти метров, можно ли гарантировать безопасность? Отойди подальше. Подальше, подальше. Назад давай. Назад давай. Назад. Посмотрим, что будет. Это новая. Это когда мы проводили второй опыт. Это свежая. Это когда расстояние было шесть метров. Одна. Да. Это только что. Это тоже только что. Это тоже только что? Да. Ты уверен, что на этой нет? На этой нет. Это? На этой. Тоже нет. Тоже нет. На той же все же прожглась одна большая дырка. То есть, во время третьего опыта была только одна дыра, да? Да. Подойдите, пожалуйста. Мы только что провели опыт, что мы моделировали. После подъема фейерверка в небо влияние на здание на разном расстоянии. Да. Мы поделили на три метра, шесть метров и десять метров. Но при десяти метрах прожглась только одна дырка. То есть, можно ли говорить, что при пуске фейерверка, если мы в десяти метрах от здания, это относительно безопасное расстояние? Скорее всего, нельзя так сказать. Размер фейерверка, тип разный, соответственно, и вред тоже разный. С таким фейерверком десять метров, наверное, мало. Но с другим фейерверком потребуется большее расстояние. И как же определить это расстояние? Это расстояние обычно на коробке с фейерверком. Обычно есть инструкция. То есть, когда пускаем фейерверки, нужно смотреть инструкцию? Оказывается, внутренний цилиндр, который использовали экспериментаторы, цилиндр маленького составного фейерверка. Его площадь взрыва и мощь ограничены. В салютах часто можно видеть большие составные фейерверки. Из-за большого внутреннего цилиндра и большого количества шариков, при детонации площадь взрыва и мощь намного больше, чем у маленького фейерверка. Поэтому в целях безопасности при пуске фейерверка нужно действовать по инструкции и пускать фейерверки на безопасном расстоянии. 1 февраля 2013 года машина, нагруженная поддельными фейерверками, взорвалась на мосту Ичан, шоссе Ляньхо провинции Хэнань. В результате часть моста обвалилась. Машина упала под мост, погибло 13 человек. По подсчетам, ежегодно в Новый год среди случаев травмы из-за фейерверков и хлопушек более половины связано с превышением норм и низким качеством фейерверков. Какой же вред приносят поддельные хлопушки? С этим вопросом экспериментаторы прибыли в институт Дун Синь и обратились за помощью к профессору Джену, чтобы он рассказал о причинах травм из-за поддельных хлопушек. Наверное, препараты. Препараты? Препарат, да. Когда поддельный фейерверк попадает в препарат, например, хлораткалия. Хлораткалия? Хлораткалия? Так как хлораткалия хорошо взрывается, и у него низкая себестоимость, некоторые нелегальные торговцы используют его для производства фейерверков. Но так как у него нестабильные характеристики, коэффициент стабильности оставляет желать лучшего. Чтобы показать нам нестабильность хлораткалия, профессор Джен специально подготовил два препарата. Один – порох, содержащий хлораткалия. Второй – обычный черный порох, который содержится в фейерверке. Чтобы четко увидеть нестабильность, профессор Джен привел их в лабораторию. То есть это и есть тот аппарат? Да, это и есть аппарат измерения чувствительности. А для чего он нужен? Для измерения чувствительности препарата. Чувствительности? Угу. Это оборудование состоит из двух частей. Падающего молота весом 10 килограммов и базы с выемкой. Сейчас мы сюда положим два реагента. По государственным стандартам падающий молот с высоты 25 сантиметров ударяет по препаратам для проверки его стабильности. Есть ли требования к дозе реагента? Есть, 40. 40 миллиграмм? 40 миллиграмм, да. То есть 10 килограммов молот бьет с высоты 25 сантиметров. На самом деле это не то чтобы редкий вес в нашей жизни. На самом деле на практике... Я понятия не имею. Пол ведра воды. То есть пол ведра воды и... Да, примерно так. Так, я поняла. До начала опыта профессор Джен взял форму. Положил обычный черный порох в форму и герметично закрыл. Дальше положил ее в выемку аппарата. Что же будет в случае удара тяжелого молота? Хорошо? Я зажигаю. Не загорелось, не загорелось. Так громко! И все? Это всего лишь... Это твое... Этот вот, в котором нет. Прохладный. Вот так вынимать. Нету? Нет, не видно. Вот это черное? Раздавило в лепешку. Вот в этом месте черное-черное. Надо выдавить. Превратилось в лепешку. Благодаря стабильности черного пороха, после давления и удара не произошло никакой реакции. А если положить хлород калия, что же будет после удара по сравнению с порохом? Три, два, один. Искра! Полностью взорвалось! Есть искра! Полностью взорвалось! Мы видим, что во время взрыва вокруг основания были одни искры. Явно, что смешанный порох взорвался. Из-за высокой чувствительности хлород калия после удара и давления может легко взорваться. Это порох, который только что горел, на руках. Да, все вокруг черное. Еще и запах пошел. Нос щиплет. Он расширяется при нагревании и сжимается при охлаждении. То есть... Тут есть остатки. Смотри, мы попробовали лишь 40 миллиграммов, и появилась такая огромная искра. А если купить обычный фейерверк? Если он поддельный? Да, 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 да. Боже, как это опасно! Из опыта видно, что поддельные фейерверки опасны. По большей части из-за добавки нестабильного хлород калия. Из-за ударов и давления может случиться непредвиденное. Угрожать жизни и имуществу. Итак, кроме разных реагентов, какие еще есть отличия между нормальными фейерверками и поддельными? Чтобы найти ответ, экспериментаторы пришли в Центр мониторинга и проверки безопасности и качества фейерверков и хлопушек провинции Хунань. Сотрудники приготовили для них ящик качественных фейерверков и ящик поддельных. Они открыли оба ящика. Что же разного они обнаружили? Смотрите на толщину этого цилиндра. Сильно отличается. Давайте положим и сравним. Сравните. Ощущение, что этот в два раза толще? В три раза. Да, да. Но если отдельно взять, кажется, что каждый очень крепкий. Да. И как влияет толщина? Возможно, приведет к взрыву цилиндра в процессе пуска. Потому что, когда порох зажигает продукт, внутренний цилиндр отправляется в небо. И если цилиндр недостаточно толстый, он попросту не выдержит удара. Но мне кажется, судя по виду в руках у Нин Юаня, он очень крепкий. Давайте так. Качественных фейерверков мы видели очень много. Давайте возьмем эти на улицу, найдем безопасное место и пустим их. Хорошо. Давай. Хорошо. Осторожно. Тогда возьмем вот эти. Чтобы четко увидеть опасность взрыва цилиндра, экспериментаторы решили разобрать внешний цилиндр поддельного фейерверка и поджечь его. В целях безопасности они специально закрепили основание фейерверка кирпичом и удлинили фитиль. Три, два, один. Что это за дым? Через скоростной повтор мы видим, что в момент возгорания пускового пороха из-за недостаточной толщины цилиндр не выдержал удара. Фейерверк взорвался на земле. Кроме вот такого опасного опыта, какая еще опасность кроется в поддельных фейерверках? Кроме взрыва цилиндра, вот такие некачественные фейерверки имеют еще некоторые недостатки. У нас тут как раз есть партия, от которой надо избавиться. Давайте сейчас и посмотрим, хорошо? Хорошо. Хорошо. Давайте положим вот эти, несоответствующие требованиям продукты, сюда. Да, клади сюда. Я принесла тебе одежду. Хорошо. Ты можешь сейчас переорветься. Хорошо. Давай так, у меня только одна зажигалка против ветра, поэтому давай не будем вдвоем зажигать. Я сначала хотел зажечь вместе, но так небезопасно. Я зажгу один, но фитиль достаточно длинный, да? Да, фитиля хватит. Сделаем фитиль достаточной длины, потом выложим его дугой. Для того, чтобы разум увидеть различные опасности отпуска поддельных фейерверков, Нин Юань решил поджечь их одновременно. Для этого он выложил эти ящики полукругом. Переодевшись в защитную одежду, наши герои удлинили фитиль до такой длины, чтобы возгорание шло 30 секунд. Соединили их вместе. Так Нин Юаню при детонации нужно лишь два действия, что снизило вероятность опасности при пуске. Давай. Инженер Ян, проверьте последний раз, нормально мы соединили этот фитиль? Да. Хорошо, я посмотрю, достаточно или нет. Надо соединить, чтобы они... Чтобы они загорелись. Да. Хорошо, все соединено. Но когда подожжешь, нужно быстро бежать. Это поддельный продукт, и неизвестно, что может случиться. Обязательно уходи. Минимум на 100 метров. Хорошо. На 100 метров? Вы тогда идите. Ладно, тогда мы пошли. Давай, скорее, скорее. Скорее, скорее. Скорее, беги. Скорее, скорее. Там внизу. Внизу. О, Господи. Отходи, отходи. Я смотрю, там есть один. В воздухе тоже есть. Последние несколько раз. Смотри. Смотри. Все дымятся. Не взорвались. Только дымятся. Слишком, слишком некачественные. А почему нет фейерверков? Мы даже не смеем подойти. Нет внутреннего цилиндра. Кажется, только что некоторые ящики перевернули. Разве? Кажется, да. Далековато, не вижу. Поэтому хочу скорее пойти посмотреть. Пойдем. Я вам говорю, в процессе уничтожения нельзя торопиться подходить. Нужно дождаться, когда точно, когда все сгорело. А потом идти. При приближении тоже лучше всего сначала полить водой. Сначала полить водой. Потушить. Да, потому что в такой необычной ситуации боишься, вдруг не догорело. Не догоревший порох, если мы подойдем, а вдруг он загорится. Это может привести к большой опасности для нас. Хорошо. Давайте еще подождем. Хорошо. У некоторых цилиндры разлетелись. Янзе. Да. Некоторые цилиндры разлетелись. Стойте. Пока стойте. Вот это дымящийся надо залить водой. Хорошо, хорошо. Не двигайся, не двигайся. Не двигайся, не двигайся. Можно подходить? Можно. Пойдем проверим, ладно? Этот развалился. Смотри. Да, в середине все взорвалось. Вот это и есть взрыв цилиндра. Боже. То есть разлетелся цилиндр, взорвался. Этот вон во что превратился, смотри. Тут еще есть, еще. Тут же есть такие. Полностью разлетелся. Смотри. Смотри сюда, смотри. Рядом в этом месте точно взорвался цилиндр. Тут и внешний цилиндр взорвался, поэтому получилась такая дырка. Ну вот этот загорелся, да? Да. Этот не детонировался, этот загорелся. Этот загорелся от того, что был рядом. Да, да. Смотри, вот этот даже не горел. Не загорелся. Наверное, за счет других отскочил. Да, да, да. Смотри, смотри сюда. Как взорвался. Подожди, подожди. Подойди сюда. Смотри сюда. Не возгорелось? Половина не загорелась. Боже. В процессе возгорания уже... То есть половина. С таким продуктом тоже такое бывает. Мы видим, что у поддельных продуктов после пуска случался взрыв цилиндра, взрыв на земле, поломка ящика и так далее. Такие взрывы могут угрожать имуществу и даже нашей жизни. Поэтому мы обязательно должны выступать против некачественных фейерверков, чтобы удержаться от вреда. В праздник весны вся семья собирается вместе. И только безопасный запуск фейерверков может добавить веселья торжеству. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова